приветствую вас дорогие подписчики и гости канала в очередной раз хочу напомнить всем россиянам что все то что происходит это все заранее тщательно спланировано таков был план все идет строго по графику так как запланировал генеральный штаб мне совсем непонятны ваши возмущения к чему удивление что же это такое происходит и почему это вдруг все случилось а мы это здесь при чем а что это горит и что это за танки ездят у нас по улицам прекращайте это нытье таков план поблизости нижнего новгорода ничего экстравагантного не происходит там все по плану в орле тоже все спокойно ничего чрезвычайного все строго по плану по графику прям через дорогу наши системы полу и лучшие в мире в петербурге тоже все спокойно и размеренно совершенно ничего серьезного очередной обычный день очередной обычной питерской подворотни и при граниче с украиной тоже может спать спокойно поводов для паники нет ничего плохого не происходит а если что-то и происходит то происходит она исключительно по плану строго по графику ранним утром на всей территории белгородской области взвыли сирены по ракетной опасности ситуация напряженная и курск и белгород плывут по течению там ничего не происходит да что вы говорите сирены взрывы слышите выстрелы из автоматов не может быть но даже если это и происходит не нужно паники все по плану да возможно немного переборщил с иронией и стёбом ну а разве что-то выдумал разве не это вам каждый день с голубых экранов вещает плешь хочу сказать что специальные военные операции идет строгом соответствии с графиком по плану разве не это вам говорит ваш хер майор оленевод разве коношенков не повторяет из разу в раз одно и то же потерь вооруженных силах россии нет так что считайте что я просто цитирую этих гениальных военачальников ну а на самом деле на россии в последнее время стало весьма тревожно стали унылыми рожи у соловьева перестали подниматься брови сливной бачок полностью потек а знаете все это почему что случилось почему все это происходит а знаете почему задайте вопрос почему так почему 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 причинно-следственная связь вы не могли не обратить внимание что пока вы не лезли в украину ничего подобного на ваших болотах не происходило теперь вы конечно злитесь обвиняете во всем проклятую америку и украину но винить вы должны только самих себя и закончится это все только тогда когда ваши поганые орки до последнего не выметутся с нашей земли ну а пока все будет только ухудшаться вот например в нижненовгородскую область залетели дроны все это прознаменовалось прекрасным салютом и огнем дружбы а горит так красиво нефтеперерабатывающий завод компании лукойл что является вполне себе легитимной целью для наших птичек и вышеупомянутом орле тоже пролетали синички те самые которых мы всячески поощряем и залетели они тоже на нефтеперерабатывающий завод у кого в этих регионах плохо с отоплением могли подъезжать и погреться у костра поскольку горело там очень долго такие удары для нас очень важны они наносят огромные убытки нефтегазовой промышленности лепрозория и то что это таки есть подтверждается постоянными утверждениями властей что ничего страшного не происходит ну а как мы знаем на болотах любят давать противоречивые определения любым происшествиям вот как например отрицательный взлет Ил-76 в Иваново при контролируемом возгорании двигателя его мая так вот благодаря бесконечным пожаром на нефтебазах россии цены на горючее изо всех сил пытаются стабилизировать чиновники и даже запретили экспорт бензина подобные атаки будут продолжаться и дальше и приносить еще больше убытка как финансового так и самого незначительного человеческого бавовна и мы любуемся уже практически каждый день но сегодня есть нечто более любопытное ну что там белгород ты спишь ну что белгород спишь спецоперация уже перешла на территорию россии все нормально в россии так бывает регулярно ну что ж приветствуем вас господа белгородская народная республика ну прямо все как вы любите жители с утра начали прозревать увидев с окон своих домов натовские танки ну а дальше на территориях бнр и кнр ну то бишь белгородской народной республики и курской народной республики начались веселые празднования а салюты эти устроили там силы местной самообороны те самые ополченцы зеленые человечеки вежливые люди приехали туда на пикапах и танках которые в принципе можно купить в любом военторге я понимаю что это звучит снова как стёб но нет это действительно россияне это действительно повстанцы легион свободы россии rdk и сибирский батальон давайте голосовать калибром все что 256 которые есть присоединяемся сибирский батальон пацаны не сын состоящие исключительно из россиян которые не собираются мириться с путинским произволом и знаете что я вам скажу вот как ни крути это и есть настоящая российская оппозиция а не те клоуны говорящие головы которые сидят в европах до израилях и призывают бороться с тупиным молчанием или вот эта девушка имя и фамилию которые называть я не буду призывает приходить на выборы постоять и идти дальше домой спать как в принципе и спали все предыдущие 30 лет болотные пропагандоны тут же бросились отгораживать пляж мол повстанцы не против путина а хотят развалить полностью россию но если честно нам украинцам абсолютно по барабану и такой расклад вполне себе нас тоже устроит конечно же российский могучий кулак собрал воедино все спецслужбы и уничтожил повстанцев буквально сразу так что россияне могут и дальше спать спокойно как вас призывает к этому белобрысая короткостриженная девушка но как говорят сами пропагандоны это еще не конец конечно же все организовала киевская хунда под контролем тлетворного пиндостана но после этого сирены звучали еще долго в воронеже и таганроге в питере почему-то загорелась тэц а в целом на россии как всегда все спокойно все по плану и все по графику а